Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Проверяют магазины и рынки, больницы и общественный транспорт. Сколько нарушений выявили в Самаре, рассказали на заседании штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции с участием главы города Елены Лапушкиной. На выборах губернатора осенью 2018 года его кандидатуру поддержали более 70% жителей. Сегодня исполняется три года, как Дмитрий Азаров возглавил Самарскую область. С его помощью в начале 20 века посвящали в масоны. Самарскому музею Приво подарили уникальный меч тамплиеров. За сутки в Самарской области зарегистрировали 111 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе 11 220. С начала пандемии выздоровели 8717 человек, скончались 178. В усиленном режиме в Самаре продолжаются рейды по соблюдению мер безопасности. Результаты ежедневных проверок обсудили на заседании городского оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса. Главы районов и руководители городских департаментов доложили о дезинфекции жилых домов, скверов и транспорта, а также о соблюдении масочного режима в общественных местах. Андрей Горгуленко расскажет подробнее. За прошедшие сутки в магазинах и на рынках города выявлено более 20 нарушений масочного режима. Либо продавцы не имели средств защиты, либо они обслуживали покупателей без масок. О результатах ежедневных проверок доложили главе Самары Елене Лапушкиной на заседании городского оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса. На нарушителей составлены административные протоколы, как и на управляющие компании, которые забывают дезинфицировать подъезды жилых домов. За выполнение управляющими компаниями, которые содержат многоквартирные жилые дома, санитарных норм и правил по ежедневной обработке контактных поверхностей. Таких на 3 миллиона 300 тысяч наложено штрафов. И 300 с лишним тысяч наложено на юридических и физических лиц за нарушение масочного режима на объектах потребительского рынка. Особое внимание уделяют контролю за соблюдением санитарных мер безопасности на предприятиях. Районы администрации сотрудниками Роспотребнадзора проверили 126 крупных и средних организаций из 175. Обращают внимание на термометрию на входе, масочный режим и социальное дистанцирование на рабочих местах, влажную уборку помещений и наличие обеззараживателей воздуха. Есть рекомендации Роспотребнадзора. На предприятия, на все эти рекомендации направлялись как со стороны Роспотребнадзора, так и со стороны администрации городского округа Самары, так и со стороны районных администраций. Все эти рекомендации на предприятиях есть, они о них знают. На пяти предприятиях выявлены нарушения, им были даны предписания. На контроле также находятся и амбулаторные больные. Районы администрации несколько раз в день проверяют соблюдение ими самоизоляции. Если они нарушат режим, то их и штрафуют. Сумма наказания от 15 до 40 тысяч рублей. А если нарушение режима повлекло за собой вред здоровью другого человека, то штраф может достигать 300 тысяч рублей. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. Самарские предприятия и кинотеатры проверили на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Городскими властями сейчас делается все, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. За нарушение правил, рекомендованных Роспотребнадзором, предприятие рискует получить штраф на 500 тысяч рублей. Подробности в репортаже мэрии Елчан. Предприятие Самары под пристальным вниманием городских властей. По поручению главы города Елены Лапушкиной усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических мер. Только в Ленинском районе Самары составлено более 100 актов. Нарушители привлекаются к административной ответственности вплоть до прекращения деятельности. Это ежедневные проверки у нас. В настоящее время усилили контроль. У нас увеличилось количество проверок. Так, благодаря строгому соблюдению всех мер безопасности, на одном из предприятий Самары удалось снизить уровень заболеваемости сотрудников сезонными заболеваниями. Места пребывания работников оснастили обеззараживающими рециркуляторами воздуха. Персонал обеспечили масками и перчатками. Мы в самом начале, еще весной этого года, поняли, что достаточно серьезные, скажем так, происходят события. И мы просто обязаны и наших работников обезопасить, и, собственно, соблюдать бесперебойную поставку продукции, потому что она крайне важна сейчас, это и моющие средства, которые необходимы, особенно в этот период. Еще на одном производстве по желанию проводят вакцинацию сотрудников от сезонных вирусных инфекций. На ходе есть антисептики. В помещениях развешаны информационные памятки. На сегодня из 175 предприятий города городские власти проверили 121. Штрафы очень серьезные, до 500 тысяч рублей. Поэтому призываем всех руководителей организации придерживаться рекомендациям Роспотребнадзора. Проверили и один из кинотеатров Самары. Здесь после каждого сеанса проводится проветривание и дезинфекция залов. Кроме того, организована посадка посетителей с соблюдением необходимой дистанции. Мэри Елчан, Николай Пифанов, События. Три года на посту. Сегодня в Самарской области знаковая дата. 25 сентября 2017 года регион возглавил Дмитрий Азаров. Его кандидатуру на выборах губернатора поддержали более 70% избирателей. За это время в регионе произошли масштабные изменения. Удалось достроить стадион «Самара-арена» и провести шесть матчей чемпионата мира по футболу. Во время Мундиаля Самара громко заявила о себе и попала в пятерку самых популярных городов по версии туристов. В столице региона побывали более 220 тысяч гостей из разных городов и стран. В 2018 году Дмитрий Азаров возглавил рабочую группу Госсовета России по направлению культура. В 2019-м Самарскую область признали одним из лидеров по реализации национальных проектов, инициированных в стране президентом Владимиром Путиным. Благодаря нацпроектам в регионе благоустроили более 2,5 тысяч дворов и свыше 200 общественных пространств. Отремонтировали почти полторы тысячи километров дорог. Построили новые школы, детские сады, поликлиники. Благодаря крупнейшим фестивалям и культурным проектам, которые реализуются в регионе, Самара прочно закрепила за собой статус культурной столицы Поволжья. Сегодня, несмотря на мировой кризис и пандемию коронавируса, регион демонстрирует высокие показатели по всем направлениям. За вклад жителей Куйбышева в победу в Великой Отечественной войне, Самара получила почетный статус города трудовой доблести. Регион продолжает развиваться и завоевывать новые победы и высоты. Все мы были рады. Почему? Потому что после десятилетнего перерыва, так скажем, к нам вернулся наш самарский человек, который здесь родился, здесь учился в школе, здесь вырос. И вот так успешно руководит уже три года нашей области. Дмитрий Игоревич именно тот руководитель, который сам много работает и есть конкретные результаты от его труда. И требует это от своих подчиненных, от своей команды. И что мне очень нравится и импонирует, что во многих людях, даже простых, скажем так, служащих, или с жителей, с которыми он встречается, он очень часто видит партнеров. Началось благоустройство дворов. Вот лично у меня, например, детскую площадку сейчас уже делают, за что благодарна этой программе «Комфортная городская среда». Мы довольны своим губернатором. Дай Бог ему здоровья, успехов и процветания нашей самарской губернии. Сегодня депутаты городской думы седьмого созыва собрались на свое первое заседание. Они были делегированы в представительное собрание из районных советов, сформированных по итогам выборов 13 сентября. Парламентарии избрали спикеры, утвердили состав комитетов и их руководство. С решениями ознакомился Олег Зверев. Первое заседание думы считается торжественным и организационным, но именно здесь решаются главные вопросы. Утверждается персональный состав, формируются комитеты, выбирается руководство. Народные избранники – те, кто был делегирован в городское представительное собрание из районных советов депутатов. Председателем единогласно избран Алексей Дегтев, который возглавлял думу с 1 марта 2018 года. Благодарю вас за доверие. Не подведу. Глава Самары Елена Лапушкина поздравила спикера городского парламента с избранием, отметив, что дума прошлого созыва под его руководством показала свою работоспособность. Было много сделано хорошего во благо жителей нашего города, ваших избирателей, всего городского сообщества. Ну и, друзья, всех вас еще раз хочу поздравить с тем, что вы являетесь депутатами думы городского округа Самары. Я надеюсь на конструктивный диалог, надеюсь на конструктивную работу. Сразу после этого депутаты разошлись по комитетам, чтобы в каждом из них избрать руководителя. Всего в городской думе их шесть. По уставу именно эти составы работают над нормативными актами и постановлениями перед тем, как вынести их на пленарное заседание. По возвращении за рабочий стол депутаты утвердили предложенные кандидатуры. С поздравительным словом к депутатам седьмого созыва обратился губернатор Дмитрий Азаров. По словам главы региона, сегодня исполнительные и представительные ветви власти в Самаре работают эффективно, благодаря взаимодействию, хотя были и другие времена. Сейчас важно придать новый импульс общественному самоуправлению, ведь сегодня вряд ли возможно решать важные вопросы без опоры на мнение жителей. А возможности сделать город лучше сегодня есть. Национальные проекты, инициированные президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, дают нам уникальный шанс, шанс которого не было у ваших предшественников. Шанс преобразования городского круга Самары. Конечно, очень важно, чтобы в эту работу были вовлечены не только депутаты, но и жители города. Ближайшие пять лет эти 37 человек будут представлять интересы самарцев. Олег Зверев, Василий Колдашов, Николай Епифанов. События. В понедельник в Самаре начнут принимать документы от кандидатов на должности глав всех девяти районов. Сегодня в Гордуме избрали председателей комиссии, их заместителей и секретарей, которые должны рассматривать заявки претендентов. Подробности в следующем сюжете. Сегодня в Городской думе Самары прошло первое заседание конкурсных комиссий по выбору глав районов, на котором избирали председателей районных комиссий, их заместителей и секретарей. В дальнейшем они будут принимать решения по выбору глав всех девяти районов. Мы будем рассматривать состав комиссии. Комиссия – это 20 человек, причем 10 человек – это городские структуры и 10 человек – районные. Вот наша комиссия, она сегодня будет рассматривать состав комиссии по каждому району и будем обсуждать и, видимо, утверждать тех, на ком остановимся. Каждому из кандидатов выдвигают особые требования. В первую очередь человек должен обладать опытом, безупречной репутацией и желанием трудиться на благо горожан. Должен быть человек известный в городе, с отличной репутацией, который пользуется доверием от всех жителей города и чтобы наша комиссия была абсолютно легитимная и уважаемая со стороны горожан. Заседание в городской думе прошло под председательством главы Самары Елены Лапушкиной. Она рассказала о том, когда в районах пройдут конкурсные процедуры. И в соответствии с принятым решением Совета депутатов Железнодорожного городского района проведение конкурса на замещение должности главы Железнодорожного района городского округа Самара назначено на 16 октября 2020 года. Аналогичные конкурсные процедуры пройдут во всех районах. Информацию о документах, которые необходимо предоставить для участия в конкурсе на замещение должностей глав районов, можно посмотреть на сайтах городской администрации, а также информпорталах внутригородских районов. Напомним, в середине сентября в Самаре уже избрали 210 районных депутатов, из числа которых сформировали 9 райсоветов. Райсоветы, в свою очередь, выбрали представителей в городскую думу. Всего 37 человек. Анатолий Головко, Григорий Плешаков. События. Сегодня батареи стали теплыми еще в 67 зданиях. В Самаре продолжается подключение к теплу объектов в социальной сферы. Уже подключено свыше 80% городских зданий. Почти все учреждения здравоохранения отапливаются. Осталось обеспечить теплом три больницы. Каждое из зданий на особом контроле. Также отапливаются 84 школы и 15 учреждений опеки и попечительства. И все это до официального начала отопительного сезона. Что касается детских садов, то из 265 зданий – 212 уже с теплыми батареями. Идет в данной ситуации точно планомерно. Ну и я же динамику вам говорю каждый день. По динамике вы видите, идет постоянный прирост и тому подобное. Еще раз говорю, это не… Вот сейчас есть шесть объектов, вот части, да, по детским садам не включены. Потому что это муниципальная котельная, муниципальные котельные не включены, потому что там висят жилые дома. Одну нагрузку котельную пустить на детский садик нельзя. Я дал команду сейчас разжечь все эти котельные и включить вместе с жилыми домами. Минтруд предлагает со следующего года иначе рассчитывать прожиточный минимум. В правительстве прогнозируют волну банкротств предпринимателей. А россияне приобрели туры по стране на полтора миллиарда рублей. Обо всем подробнее расскажет моя коллега Виктория Шарая. Виктория, вам слово. Здравствуйте, Светлана. О новостях экономики сегодня расскажу я, Виктория Шарая. В пятницу, 25 сентября, Центробанк поднял курсы евро и доллара. Соответствующие данные опубликовали на сайте регулятора. Стоимость доллара выросла на 0,82% и составила 77,18 руб. Курс евро вырос на 0,73% до 89,98 руб. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки «Брент» упала на 0,9% до 41,62 доллара за баррель. Министерство труда и социальной защиты на заседании правительства представило проект одного из самых значимых изменений в системе соцподдержки – коррекции принципа установления прожиточного минимума и МРОД. С 2021 года предлагается отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть среднедушевого дохода. МРОД же до 2026 года Минтруд предлагает установить на уровне 42% медианной зарплаты. Переход от карточной системы расчета к общемировому стандарту обойдется в 128,5 млрд. рублей дополнительных расходов в 2021 году и 439 млрд. рублей в 2025 году. Это первое крупное вложение Белого дома в сокращение доходного неравенства, которое при действующей системе расчета прожиточного минимума и МРОД могло только расти. Нынешний состав российской потребительской корзины восходит по существу к военной и послевоенной карточной системе рационального потребления в Европе. В минимальной корзине 50% составляет продовольствие. Стоимость этого набора рассчитывается раз в квартал и в третьем квартале снижается из-за сезонного падения цен на овощи. В то же время продовольственная корзина имеет мало отношения к понятию здорового питания в определении ВОЗ. В правительстве страны прогнозируют волну банкротств предпринимателей среди получателей кредитов под 2% из-за условий льготной программы. Согласно условиям, чем раньше заключен кредитный договор, тем больше сумма кредита. Поэтому основная масса предпринимателей обратилась в банки уже в первые две недели июня. Одним из основных условий сохранения льготной ставки является сохранение численности работников заемщика на конец одного или нескольких отчетных месяцев, не менее 80% от численности по состоянию на 1 июне 2020 года. Однако у банков не было данных о численности работников заемщиков в период с 1 по 15 июня. Первый источником такой информации является отчетность, передаваемая заемщиком ежемесячно в Пенсионный фонд России. Крайний срок подачи такой отчетности – 15 число месяца, следующего за отчетным. Таким образом, с 1 по 15 июня в пик обращений предпринимателей за кредитами банкам были доступны сведения о численности работников лишь по состоянию на 1 мая. Многие предприниматели к июню сократили численность своих работников более чем на 20%. Обращаясь за кредитом, они были уверены, что численность работников будет рассчитана по состоянию на 1 июня. Однако по факту нарушили условия льготного кредитования. Российские граждане приобрели туры по стране на 1,5 млрд рублей. Об этом сообщила начальник управления государственных туристических проектов и безопасности Ростуризма Елена Лысенкова. Представитель ведомства наполнила о целом ряде проектов, направленных на поддержку туризма в стране. По ее словам, самое большое число туроператоров, продуктов и гостиничных предложений было предоставлено со стороны туристического рынка в Уральском федеральном округе. Напомним, с 21 по 28 августа действовала программа по возврату средств за туры по России. Ей заинтересовались более миллиона россиян, которые смогли получить кэшбэк в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Ранее глава Ростуризма сообщила, что второй этап программы может стартовать в октябре. Это были новости экономики. Берегите ваши финансы. Нарисовали сердце на мурале покраса лампаса. В соцсетях развернулась ожесточенная дискуссия, что это новый арт-объект или вандализм. В то же время местные художники восстановили уникальную роспись с подробностями скандала Сергей Кизоркин. Самарская общественность негодует. Неизвестный художник явно от слова «худо» испортил творчество покраса лампаса. Этот мурал с момента появления казался самым обсуждаемым из тех, что появились ко дню города. По словам автора, здесь запечатлена цитата Маяковского. Но не успели горожане разгадать загадку, как на ней появилось вот такое художество. По просьбе автора местные мастера кисти и краски вернули арт-объекту первоначальный вид. Смыть розовое сердечко, пробитое стрелой, растворителям не удалось. Пришлось рисовать часть картины заново. С точки зрения искусства это неправильно, потому что как минимум это не согласовано с самим художником. Граффити – это незаконная история. А в данном случае, я бы подчеркнул, что это паблик арт. Что такое паблик арт? Это публичное искусство, публичный объект. И в данном контексте это уже становится городским объектом. Поэтому это то же самое. Почему вандализм здесь в данном случае? Потому что это то же самое, что сломать мусорку, разрисовать остановку. Продюсер художника говорит, ко всему нужно относиться философски. Главное, что граффитчик нарисовал сердце, а не другую часть тела, как это часто бывает на улицах города. Меня больше волновало, что могут прийти какие-то вандалы, которые просто баллончиком что-то закрасят. А это было так трогательно с сердечком. Ну, понятно, что может быть это некрасиво со стороны человека, который это делал, но это же сердечко. Может быть он выразил любовь к лампасу таким образом. Может быть девушке, может быть к Маяковскому. Это не важно. Если мы, как говорится, этим проектом сподвигаем людей рисовать сердца, это тоже неплохо. Местные арт-художники восстановили мурал покраса лампаса так, что не отличишь от оригинала. И надеются, что на произведение искусства больше никто не будет оставлять свои автографы. Ведь этот арт-объект стал очень популярен у гостей города и самарцев. Стена на набережной теперь излюбленное место для фотосессий горожан. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. А теперь коротко о других событиях этого дня. В Самаре микрокредитная организация была оштрафована на 20 тысяч рублей за то, что ее представители названивали матери должника. Денежное наказание выписали судебные приставы. Административное расследование в отношении сотрудников организации началось после жалобы гражданки, чей сын имеет задолженность перед кредитной организацией в размере 70 тысяч рублей. Женщина пожаловалась, что ей названивают коллекторы с требованием вернуть долг сына. Ведомство провело проверку и выявило нарушение. Дело передали в суд, который назначил штраф. На кольце у дома печати появится трамвайная остановка. С такой инициативой выступил департамент транспорта. На кольцо перенесут остановку трамваев номер 4 и 13. Дело в том, что когда состав едет в сторону города, при высадке из вагонов пассажиры оказываются на проезжей части и рискуют оказаться под колесами машин. Сейчас на кольце, где будет новая остановка, укладывают асфальт. Работы должны завершиться до октября. Из отпуска на самоизоляцию вступили в силу новые правила въезда в страну. Россиян, прибывающих в страну из-за рубежа на самолете до получения результатов ПЦР-теста на коронавирус, который они должны сделать в течение трех дней с момента прибытия, обязали соблюдать режим самоизоляции на дому. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача Российской Федерации. Начиная с этой субботы, 26 сентября, и до понедельника, 28 сентября, ожидается возмущение геомагнитного поля Земли. Об этом сообщают ученые из лаборатории рентгеновской астрономии «Солнцефиан». При этом пик активности и возмущение магнитосферы планеты придется на воскресенье. Они подчеркнули, что есть возможность формирования слабых магнитных бурь. Помимо различных перебоев в работе техники, такие явления оказывают влияние на здоровье метеозависимых людей. Именно поэтому в периоды солнечной активности необходимо избегать стресса, гулять на свежем воздухе, больше отдыхать и не браться за работу, которая требует большой сосредоточенности. Выходные синоптики обещают заморозки. В ночь на субботу местами в регионе воздух остынет до минус 1 градуса. Мощный антициклон, несущий воздух с Восточного Средиземноморья, прогревает регион до плюс 15-20 градусов в Самарской области. Однако ночью перепад температур составляет до 15 градусов. Температура воздуха 25 сентября местами по региону ожидается на уровне 0 и минус 1 градуса, в связи с чем синоптики Приволжского УГМС объявили об установлении желтого уровня метеоопасности. А в начале следующей недели над Балтикой начнет раскручиваться мощный циклон, который снесет нынешний теплый антициклон и принесет похолодание. Проехать быстрее всех, при этом не нарушив правил. В Самаре прошла акция «Формула Авторадио». 18 горожан боролись за главный приз – тонну топлива. Кто стал самым быстрым и аккуратным водителем, узнал Андрей Горгуленко. Годовой запас топлива – таков главный приз акции «Формула Авторадио» достался Дмитрию Скрынникову. Молодой человек лучше всех справился с конкурсными заданиями. В финале правильно отвечал на вопросы викторийного ПДД, а до этого быстрее всех проехал городской маршрут, не нарушив ни одного правила. У него за последние 4 года был только один штраф, а потому Дмитрий уверенно проехал зачетную дистанцию даже под присмотром сотрудника ГИБДД. Так как Дмитрий – постоянный и активный слушатель авторадио и неоднократно бывал в офисе радиостанции, узнав адрес спидстопа, легко построил знакомый маршрут. Я знал маршрут, то есть я уже бывал на авторадио. В принципе, ничего сложного для меня. Обычная езда по городу. Ну, конечно, было волнительно то, что я был сотрудником на заднем сидении. Я следил за правилами дорожного движения и ехал аккуратно. Быстро, уверенно и по правилам. Именно так и должны были проехать из точки А в точку Б участники акции «Формулы Авторадио». В Самаре она прошла в 17-й раз. Организаторы уверены, конкурс помогает повышать культуру вождения в городе. По нашему любимому городу можно ездить безопасно и достаточно быстро. Эта акция, в принципе, направлена на то, чтобы наш город стал чуточку безопаснее. Чуточку было спокойнее находиться там водителем. Машину для конкурсных заездов предоставил автомобильный партнер акции – «Тойота-центр Самара Аврора». Очень важно соблюдать культуру вождения, очень важно соблюдать взаимоуважение на дороге. Потому что чем больше автомобилей становится, тем нам сложнее двигаться. Если мы будем друг друга уважать, это пойдет только в плюс всем. С каждым годом заявок на участие все больше, а потому акция непременно будет продолжаться, отмечают организаторы. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, на сайте телеканала «Самара ГИС» и в социальных сетях. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, а также на наш Ютуб-канал, который преодолел новый рубеж – 25 миллионов просмотров. Будьте здоровы! Всего вам самого доброго! Субтитры подогнал «Симон»!